Само по себе огромный плюс для того, чтобы проект действительно пошел лучше, чем, может быть, все остальные проекты. Ну, я уже не говорю про то, что здесь звезды есть такого уровня, как Би-2, то есть это сразу уже задает определенную планку. Ну и в целом, вы понимаете, здесь же история какая. Вот мы 20 лет изучаем музыкальный рынок, мы так наблюдаем за ним постоянно, то взлет, то падение, но то, что в последнее время мы видим, вот Александр Владимирович Тихонов не даст соврать, мы видим такой спад за последние годы, я не говорю даже про продажи дисков. Продажи дисков упали в два раза, с 2010 по 2011. Ну, это ожидаемо, все понимают, что диски потихоньку переходят из категории реального продукта в категорию сувенирной продукции, скорее, подарки какие-то. То есть на дисках уже заработать нельзя, а в интернете сами знаете, что делается. 99,9% пиратства. Соответственно, заработать действительно невозможно, и проблема здесь заключается даже не в том, что люди получают меньше. Проблема в том, что людей становится меньше. В музыкальной индустрии мы наблюдаем просто конкретные руководители крупнейших компаний, реально креативные люди, которые много сделали для российской музыки, они потихонечку просто переходят в другие отрасли. Вот мы сейчас возьмем российский музыкальный ежегодник последний, полистаем и видим, некоторые люди ушли просто где-то в другом месте работают, коллективов уже нет. То есть вообще меньше становится. А почему? Потому что денег меньше, и делить их приходится все сложнее и сложнее. И если сейчас новый проект даст возможность действительно что-то такое сделать именно для артистов, что самое важное, то их станет больше, и у них будет больше времени для того, чтобы они что-то творили. Ну, соответственно, а все мы, я не говорю про профессионалов, потому что профессионалы должны творить музыку, конечно, да? А все мы, то бишь слушатели, зрители, получим просто больше хорошей, качественной музыки. Чем больше будет таких проектов, тем лучше. Или, может быть, будет только один этот проект, а остальные просто не выдержат конкуренции. Тоже хорошо. Главное, чтобы артистам больше денег доставалось, потому что, как бы они себя не вели и не ругались по Твиттеру после премии Муз-ТВ, они вообще-то все равно хорошие люди, они много хорошего делают для нашей страны. Поэтому я желаю проекту удачи и желаю ему очень внимательно смотреть за тем, как слушатели реагируют на все то, что они делают. Следите за публикой, в этом залог того, что вы будете скоро миллионерами вместе с многими нашими артистами. Спасибо, я все сказал. Ну, теперь мы ждем ваших вопросов. Даня, пожалуйста, представляйтесь, пожалуйста, договорите микрофон сейчас со мной. Спасибо. Журнал «Мир Информ» Борис Примочкин. Он не работает микрофон, по-моему. Не работает? Плохо, да? А так лучше? Так работает. Работает? «Мир Информ» Борис Примочкин. Очевидно, замечательный проект, с чем можно постраивать, в общем, авторов и страну с этим проектом. У меня очень простой вопрос. Как подобные проекты работают за рубежом, и существует ли поле конкуренции в этих проектах? Если можно, два слова истории про за рубеж. Какие этапы были у этих проектов? Спасибо. Вообще, первый этап начался со XVII веки. Были абонентные концерты, пускай, там, если не на правосом, они не играли. Да, то есть, вот, хорошие... Абоненты. Помните такие? Абоненты. Когда вы покупали абонементы? Абонементы. Да, абонемент, но у всех это ассоциируется только с консерваторией, с Чайковского, да, и бабушки обязательно должны ходить с этими абонементами. А теперь, ну, как бы, мы эти абонементы пытаемся перевести на всю публику, на всю активную публику. Что касается, опять же, зарубежного опыта, тут вообще замечательный пример. Это, ну, чего уж греха таить, это Kickstarter. Это Kickstarter. Просто для того, чтобы было понятно, о чем идет речь, я изучал вопрос. В прошлом году оборот, внимание, оборот сайта портала Kickstarter 20 миллионов долларов. То есть, там вообще все происходит следующим образом. Там не только творческие проекты, там технические разработки, приложения для компьютеров. То есть, вы человек, который закончил, к примеру, какой-нибудь технический колледж. Вы говорите, я хочу сделать часы, которые будут синхронизироваться с моим айфоном и показывать время, биоритмы и так далее, и так далее. У меня есть такая-то идея, дайте мне на это денег. Самое смешное, то есть, мне вот показывали просто парни из джукбокса, то есть, всю эту историю, что собрали, по-моему, на разработку этих часов в 4 или в 5, сколько? В 10 раз больше, хотя заявленная сумма была 50 тысяч долларов. Вот и думаете. Но, опять же, можно сказать, ну, это у них назад. Да, касаемо музыки, Radiohead самый явный, это первый был такой опыт, когда они сделали, платите кто сколько сможет, кто сколько захочет. Kaiser Cheese, практически каждая вторая британская группа таким образом собирает деньги на свои пластинки. Спасибо, да, первый ряд, пожалуйста. Извините микрофончик, подождите 5 секунд. Группа Плюмбом, которая тоже собирает, опять же, на планете средства для альбома. Аплодисменты, пожалуйста, группе Плюмбом. Газета Труд. Вот, цепляясь за предыдущий вопрос, хотел спросить, а вот нет ли такой опасности, а может быть, это не опасность, а наоборот, прекрасная перспектива превращения вашего предприятия в некий фонд, который сможет за счет вот таких вот фантастических сборов каких-то успешных проектов спонсировать другие проекты уже от себя. А может быть, вы при этом вообще зажиреете и станете просто какими-то очень крупными капиталистами. Хотелось бы, во-первых, да, то есть хотелось бы действительно зажиреть. Важный момент, очень важный момент, это не наши деньги, это деньги артистов. То есть мы с этого, нет, нужно сказать, что, конечно же, сейчас если мы будем прикидываться, что мы, во-первых, берем наименьший процент, то есть 5% портал планеты берет за размещение артиста у себя на портале. Плюс 5% еще платежная система. Это агрегат, это платежная система. Всего 10%, чтобы потом не было других цифр, это 10%. Все остальное это деньги артиста, поэтому мы, к сожалению, с удовольствием бы, конечно, забрали все эти деньги, но у нас не получится. Ну, вообще, надо сказать так, что понятно, что зарабатывать портал найдет на чем. Это и трафик, это и рекламные могут быть площадки. Но хотелось бы, в будущем, вот отвечая на ваш вопрос, хотелось бы действительно вкладывать в создание проектов, каких-то, неважно, творческих, либо это гражданские инициативы. Очень хотелось бы это вкладывать, а не с этого что-то иметь. Поэтому я думаю, что мы так и будем развиваться веерно во все направления. Спасибо. Пожалуйста. Тихонов Александров, агентство Интермедиум. У меня правовой вопрос. Господа, вот вы собираетесь деньги с разного количества слушателей и аудитории. Кому будут продвижать смежные фонограммные права на данные музыкальные фонограммы? Спасибо. Артисту, естественно. Артисту. Анастасия. Финансист нет. Артист, скажем, поклонник вкладывает. Смотрите, ведь если раньше пластинку вы покупали, за сколько вы покупали? 250, 300, 400, 500, да? Приложение, то есть изготовление, это принадлежит все артисту. Мы убираем среднее звено. Мы просто убрали среднее звено. Это рекорд компаний, которых практически не осталось. Вы знаете, что происходит? При работе с такой структурой, которая называется ВАИС, это Херстическая организация интеллектуальной собственности, придется отчислять за данные треки определенные средства по определенному механизму. То есть тем, кто проплатил запись фонограммы. А у вас распределенное количество финансистов. Кто-то 100 рублей, кто-то 1000. Как будете делить деньги? У вас будут суды и иск. Я вам обовещаю. Спасибо. Но это же и раньше так было. Вы приходили, покупали это распределенное, получается, финансирование. Да, теперь спросите у музыкантов, сколько они в РАУ получают деньги. Да, да. Ну, что об этом говорить? Нет, ну, можно поговорить. Просто раньше точно так же, приходя в магазин, вы покупали, и это распределялось. Это абсолютно такая же схема. То есть вы покупали физический носитель. И сейчас у нас, как сейчас уже прозвучало слово, приз-курант. Здесь у нас есть и просто цифровое приложение. Подороже будет стоить, естественно. Ну, это каждый устанавливает цену и вознаграждение за это вложение. И дороже это может быть физический носитель, еще больше это может быть что-то еще. А, скажем, кто-то может выставить большую цифру, может поставить 50, например, тысяч рублей или 100. И он будет иметь какие-то действительно смежные права. Это уже будет условие артиста, он может договариваться об этом. И все, ни для кого не секрет, что многие проекты финансируют люди, которые могут купить там акцию, например, не за 500 рублей, не за 250. Они могут реально вложить очень большие деньги в это. А чего только уходить? У нас просто у Жени Гришковца выкуплена акция, внимание, за 50 тысяч рублей. То есть выкуплена одна акция и еще две осталось, если что. Никого не интересует? Поэтому эти акции могут покупать люди, они могут быть действительно соавторами или как-то соучредителями этого предприятия небольшого. Поэтому тут каждый устанавливает свои правила и следует им. Тут никто не собирается. Вам спасибо за подсказку. Я думаю, что там юридические какие-то, вдруг если дырочки мы найдем, мы обязательно все доделаем. Спасибо, еще вопросы. Пожалуйста, первый ряд. Эмма Михейкина, лейбл «Снегеи». Скажите, может ли артист или тот, кто подает проект, изменить сумму уже после того, как проект подан итоговую, если изменились какие-то условия? И туда же, правильно ли я понимаю, что если артист не добрал денег, но понял, что он готов доложить свои и проект все-таки реализовать, единственный способ, которым он может эти деньги снять, это просто на этот же счет сам перевести деньги и снять всю сумму? Или есть другие способы? Да, опять же, это продолжение предыдущего вопроса. Каждый устанавливает свои правила, каждый, и несет ответственность своей репутации. В этом случае, если кто-то не выполнил, то планета не будет эти деньги, естественно, возвращать. Но если речь идет о том, что кто-то захотел, договорился со своими поклонниками, объявил это, рассказал, что нужно больше денег, условно говоря, что-то еще войдет. Мы хотим сделать это, это и это. Все проголосовали за, сказали прекрасно, стоимость увеличилась и собирают больше денег. Это ваше желание, ваше право. — Как вы заговорили, поскольку вы представляете лейбл, то есть звукозаписывающий снегири, тоже отдельная тема. Если вдруг кто-то по-прежнему очень хочет сотрудничать исключительно с лейблами или, к примеру, кто-то подписан, то сейчас мы будем делать как раз то самое денежное тестирование. То есть пластинка дальше может уходить таким же путем, как это и было раньше. — Вы заговорите с рекорд-компанией на паблишинг-дилл, либо пластинки, которые у вас остались, вы их можете распродать, либо вы отдаете паблишинг-дилл, потому что не все люди дружат с интернетом, не вся страна, вы же отлично понимаете, да? И вы можете просто паблишинг-дилл отдать абсолютно любому рекорд-компанию, они напечатают диски и будут их продавать. — Ну, то есть и дальше уже будет работать старая схема, но до этого, до выпуска пластинки вы сможете собирать просто какие-то деньги на ее записи. — Вы можете собирать на свои проекты, ни для кого не секрет, что многие артисты, для них обязательно нужен рекорд-лейбл, который занимается оформлением проекта, который занимается его пиаром. — Просто элементарно дистрибьюция, чтобы пойти. И самое главное, оказались в магазинах элементарно. — И дистрибьюция. Но я все-таки говорю о том, что есть какие-то лейблы, которые помимо дистрибьюции занимаются еще чем-то созданием проекта. То есть они мотивируют своих артистов, подписывают с ним контракты, это уже там тоже ваши отношения с артистом. Поэтому это не значит, что мы как-то противоречим рекорд-лейблу. Я вот хотел договорить. Спасибо. — Спасибо. Еще вопросы? Пожалуйста. — А вот возвращаясь к истории про Kickstarter. Собственно, помимо каких-то творческих проектов, что-то еще будет на планету.ру? То есть какая-то гражданская журналистика или еще какие-то инициативы? — Мы, по-моему, уже говорили несколько раз об этом, что любые проекты, любые абсолютно могут... — Кроме одной, естественно, юридически чистые. — Да, да, да. Мы постараемся терроризм не поддерживать. — Да, то есть создай свою бомбу, этого не будет. — Ну или что-то такое очень зло. Конечно, гражданские инициативы, они поддерживают. Я слышал очень много проектов, когда люди собираются, платят специальным корреспондентам, которые едут в какую-то горячую точку, ставят там модем, ведут репортаж. И это же тоже на какие-то деньги делается, правильно? Прекрасное начинание. — Еще вопросы? — Спасибо. Девушка, пожалуйста. — Здравствуйте. Поздравляю. Лена Кунина, «Красная звезда», «Портал». Мне бы хотелось узнать про аудиторию «Портала». Вы уже рассказывали, как вы собираетесь зарабатывать, да? Это достаточно сложно. Я желаю вам, чтобы, как можно скорее всего, купилось. И вообще, сколько проекта разрабатывался сам по себе, и дорог ли он в обслуживании, скажем так. Просто я смотрю, 1222 человека совершили покупки, и, собственно, эти люди, да, как я понимаю, обеспечили вот эту вот беспрецедентную на сегодняшний момент сумму 1 миллион 245 тысяч. — Что хватило частично произвести альбом «Спирита», то есть, естественно, на всех денег не хватило. — Конечно же, производством и портала, программного обеспечения портала и поддержкой его — это не те деньги, которые идут на производство. Сейчас это частные инвестиции, и понятно, что планируется вводить другие сервисы, которые будут приносить деньги. На сегодняшний момент это вложение. — Ну и сколько год создавался «Портал»? — Да, он создавался год, но даже больше. Получается, год назад мы просто выкатили тестовую версию, которая не совсем соответствовала действительности. — Ну, в общем, давайте просто сегодняшний день...